Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу за полторы тысячи золота выложили Т25. Вроде бы, казалось бы, не так уж и дорого, но сейчас давайте будем разбираться поподробнее. Если вы за честный обзор, если вы за честное мнение, если вы за качественный контент, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте палец на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вы мне свои подписки и возможность развиваться, я вам честные обзоры и добротный контент. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребят, Т25 всего лишь полторушка золота, но не все так просто. Многие сразу начинают вестись на 14 дней према и Х5 в количестве 10 сертификатов, которые подходят на любые танки. Да, действительно, на сегодняшний день у нас очень сложно с днями прем аккаунта и получить его не так уж и просто бесплатно. Очень редко появляется возможность приобрести заголду, в основном хотят реальных денег и поэтому многие на это ведутся. И да, действительно, данные вещи помогут вам существенно прокачать какую-то ветку, особенно ту, которую вам качать тяжело. Есть открытые все слоты оборудования, но на пятом уровне как бы практически ни о чем. Что касается данного каму, то мне, честно говоря, конкретно данный камуфляж, знаете, ну не холодно, не жарко, вот честно. Он меня не впечатляет, говорю свое субъективное мнение, не пытаюсь похоронить в целом набор, просто высказываю свое впечатление от того, что я вижу. Так вот, ребят, вот это вот все, оно, возможно, и стоит полторы тысячи золота, если вам прям совсем кров из носу нужны 14 дней према и Х5, и вы готовы за них отдать полторушку голды. Но все-таки полторушка голды, давайте будем говорить откровенно, это месяц просмотра рекламных роликов каждый день по 5 видосов. Ну, тоже, я бы сказал, не так уж и мало. А что же касается Т-25, так здесь необходимо очень сильно задуматься, потому что машина, я бы сказал, ну далеко не фонтан. И давайте будем заценивать ее, в первую очередь, по броне, допустим, которой здесь просто нет. И самое большое здесь нет, это ее башня, потому что башня у машины очень большая. И да, пускай у вас там есть какой-то угол склонения, который типа должен быть комфортным, но толку от него, если вы отыгрывать от неровности не можете, потому что даже если вы вот так вот как-то выйдете на пригорок и спустите свое орудие вниз, ну вот так вот, да, то вот сюда вот в башню, там где у вас 64 с приведенкой будет, вас будет разбирать, ну я не знаю, каждый, не то что первый, ну наверное каждый первый-первый, вот все, которые будут бросать, они все будут попадать. И наверное только слепой не попадет в эту башню и не пробьет ее. Что касается бронелистов верхнего, нижнего, здесь тоже разговаривать не о чем. Про корму, про борта, с учетом того, что здесь в морде ничего нет и разговор вести в принципе не стоит. Короче говоря, эта машина по большому счету, такой себе смертник в бою, который заезжает и постоянно молится, чтобы его не разобрали. Причем как ты на нем не становись, это все до лампочки. Вроде бы здесь вот так вот есть приведенка в 279, но кто вам в борт сюда бить будет, если вам можно попасть абсолютно спокойно в вот эту вот огромную башню, вам можно попасть вот в этот вот уступ и вам вполне спокойно можно разбрасывать в морду, так что у вас будут зубы вылетать и катки в разные стороны поразъезжаются. Теперь что касается сравнения данной машины с другими. Ребят, на уровне, на пятом, средних танков реально, ну вот, просто туева хуча. И она настолько это огромная куча, что вот так вот, давайте Т-25 еще раз задвоенного уберем. Вот так вот, если просмотреть, она вас реально ужаснет, потому что хуже по ДПМу здесь всего две машины. М4 Шерман и товарищ Тайп-3 Чину. Все. Все остальные ребята, они там за исключением нескольких машин, а именно Крупа 38-го Д, от которого все плюются, хотя он лучше по заявленному ДПМу, и того же Ю-5, все остальные машины, они существенно лучше по заявленному ДПМу. Почему говорю существенно? Вроде бы там 1%, да? Но, ребят, вы не цельтесь просто на сам процент. Вы исходите из того, насколько реализуем данный ДПМ. Потому что, если, допустим, на Т-25 заявленный ДПМ 1400, а у того же самого КПЗ-5-4, этот заявленный ДПМ 1416, то кто-то начнет писать мне в комментариях о том, что ГСН ты гонишь, тут разница в 1%. Разница не в размере заявленного ДПМа, разница в том, что на 5-4 вы этот ДПМ реализовать хоть как-то сможете, потому что у вас есть броня, и он играбельный и рикошетный. А Т-25 это просто магнит для снарядов, и он один из первых всегда вылетает в ангар, как бы вы аккуратно не играли, ну, поверьте, в основном будут вас выбрасывать. Что касается скорости машины, да, действительно, по подвижности здесь вопросов нет. Вот точно так же, как по ДПМу он в полной попке, точно так же он сидит прям сверху на темечке у всех со своей великолепной скоростью и подвижностью. Но при этом, ребят, это не сильно спасает, разве что попытаться убежать, но, опять-таки, вам-то в корму в этот момент разбрасывать будут, поэтому особо рассчитывать прям на то, что вы только за счет скорости будете и подвижности реализовываться, ну, как бы нет. Что касается доходности, доходность у машины 153%, и тоже далеко, как я говорю, не фонтан, что дохлому при парке, плюс-минус, там, так же, как у всех, а та же самая Матильда 4, она вообще имеет 170% доходности, поэтому, как бы, ну, согласитесь, до лампочки. Что касается, ребят, результативности машины, по непонятной причине 54% могут кого-то сразу удивить. Почему по непонятной причине? Потому что я вообще удивлен, что даже 232 игрока все-таки смогли вывести машину на такой показатель. Но в целом, ребят, поверьте, если здесь будет играть хотя бы, там, полтысячи-тысяча людей, здесь процент по победам будет в лучшем случае в районе 50-51. Это вот прям вот совсем зашкаливает. И в то же время обратите внимание на, допустим, некоторые машины, типа, допустим, КПЗ-54, про которого я только что говорил. Здесь вот этот процент, он более честный, потому что действительно машина отыгрывается. И действительно стоит обратить внимание и на других ребят, которые, допустим, играя, я не знаю, там, на том же самом мародёре, да, имеют 55,5%. А это уже о чём-то говорит. Кто-то скажет, что да, окей, мародёра не все имеют, не всех он есть. Но вот, пожалуйста, вам, Матильда 4, 55,7%. И Матильда 4, это тоже далеко не ураган и далеко не самый лучший танк на данном уровне. Короче говоря, ребят, машина, ну, прям совсем-совсем практически на плинтусе лежит по, скажем так, своим возможностям. И потому, что она может вам предложить в бою. Я не вижу смысла дальше просто сухо обсуждать в каких-то таблицах. Мы сейчас выкатим её из ангара. Единственное, что, как обычно, посмотрим на орудие для понимания. Время сведения 3,4 десятых. В целом, плюс-минус, должно быть комфортным. Разброс практически, ну, тоже в пределах разумного. Почему практически? Потому что всё-таки разброс на пятом уровне для среднего танка, он должен начинаться от 0,36. Когда выше 0,36, это уже плюс-минус какой-то дискомфорт. Что касается заявленного ДПМа, так он у меня сейчас такой. Только лишь потому, что я поставил оборудование и амуницию соответствующие. И таким образом смог его довести до этого. За счёт времени перезарядки, которое я уменьшил. Ну и, соответственно, за счёт того, что есть 160 единиц альфы, которые, в принципе, для пятого уровня приемлемы. Главное, чтобы к шестёркам не кинуло. А углы склонения орудия вниз, минус 10, как я уже говорил, они вроде бы комфортные, да, но в то же время они бестолковые. И единственное, для чего их можно действительно плюс-минус применять, так это для того, чтобы, когда ты во время того, как ездишь по каким-то неровностям, в этот момент тебе было комфортнее в кого-то прицелиться. И не более того. То есть данное орудие со своими углами склонения вниз, минус 10, вот конкретно на данной карте, до лампочки, потому что единственные места, в которых это применимо на данной карте, на рудниках, это стоять где-нибудь, допустим, на горке возле горы, да, и отбрасывать из-за горки, играя от башни. Но на этой машине это анрел какой-то. И ни в коем случае на данной машине нельзя лезть на рожон, а уж тем более, когда против вас есть шестёрки. Вот, допустим, тот же самый Кроллс сейчас, или Криус, как он там правильно читается. Кстати, напишите в комментариях, всегда, блин, задавался вопросом, как его правильно произносить. Так вот этот вот товарищ, он сейчас где-нибудь встанет, начнёт ПТ-шить, и для него конкретно мы будем первой жертвой. Класс, зашли в бой, уже одного нашего Поджарова вынесли. Я не понимаю, честно говоря, что это было, на кой чёрт на лёгком танке надо было перекатиться через всю гору, для того, чтобы подсветить, так это бестолковое занятие было. Ты сейчас реально просто слился, но окей, ты засветил, что они там есть. Так они и так бы засветились рано или поздно, и достаточно было под горку просто подъехать, ну и, соответственно, оттуда светануть. Подвижность по машине, как я говорил, очень бодрая, очень классная, и вот сейчас, имея необходимость свалить, я могу это сделать, но только тогда, когда я раскочегарюсь и буду уходить на полных парах. Для того, чтобы сдвинуться с места и начать уезжать, всё-таки необходимо начинать брать вот этот вот дурацкий разгон, и от этого приятного мало. Вот время сведения и разброс, которые, ну, я бы сказал, на средних расстояниях, это не дальнее расстояние, на среднем расстоянии крайне дискомфортные. Что касается точности орудия, при своих вот этих вот всех не очень приятных показателях по разбросу и времени сведения, здесь действительно, блин, я не зарядил себе дополнительной голды после последнего обзора. Я бы сказал так, точность орудия очень комфортная и очень приятная. Действительно, очень классно отыгрывать. А тем шестой, если сейчас продолжит быковать, мне это будет на руку. Он сейчас должен выехать, подставиться бортом, и тогда я смогу в него закинуть. Если он этого делать не будет, то сейчас мне с кормы зайдут и будет крайне неприятно. Так, брат, иди сюда, он сейчас в тебя ещё отбросил. А вот теперь он заметил, что я на перезарядке, и будет делать мне ай-яй-яй неприятно. Так, ускоряем время перезарядки. Мне необходимо каким-то образом справиться с двумя этими товарищами, которые пытаются меня разобрать до того, как они меня в ангар отправят. Вот углы склонения, которые сейчас сыграли мне на руку, именно тем, что я смог, свешиваясь и переезжая через ухабы и неровности, попасть в машину. При этом всём, ребят, я сейчас уже отхватил на половину своего хп практически, ну и я остался за это время один. Это не очень хорошо, у меня нет голды, и это, в принципе, мой приговор. Я не пробью сейчас никого, в частности, товарища ПТшника. Я пробить бы не смог, была бы голда, может и зарядил бы ему, но всё равно, с учётом того, сколько альфы бы я смог забросить, я бы его в ангар не вынес однозначно. Что касается результативности данной машины, по результатам боя, я больше чем уверен, что я нахожусь как минимум в первых двух позициях по результативности по урону. 1135 единиц урона, уничтожил двоих товарищей, сделал это честно, мне никто не поддавался, и это было сделано не за счёт команды. Хотя ребята помогали и пару тычек дали всё-таки тем двоим соперникам. Что касается результативности, вот результативность Т25. Я на первом месте в команде по урону, но, ребят, это однозначно не то, что будет у вас постоянно. Я имею в виду позицию в команде, а не результат по настрелу. Вот результат по настрелу, в принципе, как бы вы ни напрягались, максималка, которую вы сможете сделать, это где-то будет в районе 1500 урона. Всё, что будет выше, это очень редкие бои, которые будут встречаться вам где-то 1 на 15 боёв. Всё же остальное, где-то вот такие вот результаты вы будете выдавать в трёх боях из десяти. В оставшихся семи боях на данной машине вы будете крайне быстро умирать с малым настрелом, и в основном эта машина будет приносить вам исключительно, я бы сказал, моральные страдания. Я не буду говорить о том, что вы будете прям сидеть и подтирать себе сопли и горько плакать кому-нибудь в рубаху, но особого удовлетворения, честно, от данной машины, именно как вот танка, на котором можно погонять в песке, вы получать не будете. Кто-то напишет в комментариях о том, что у меня есть Т-25, и я ярко-классно на нём отыгрываю, мне очень нравится. Да, окей, вопросов нет, есть такие редкие исключения. Но в основном, ребят, вот этот вот товарищ огромных размеров, с большой башней, с очень высоким бортом, да, то есть если встану вот так вот, чтобы видно было, если смотреть на машину, возможно, от неё было бы больше толку, если бы ей сделали чуть ниже башню и вот так вот урезали бы ей корпус, чтобы хотя бы когда сбоку на неё смотришь, врагу необходимо было хоть как-то прицеливаться. А в таком вот виде прицел врага, когда он смотрит на Т-25, ну, это вот такая вот штукендрия разброса по всей машине, и промазать по нему практически невозможно, причём практически невозможно промазать со всех сторон. Если бы здесь спереди хоть какая-то броня была, чтобы не была необходимость даже вот в таких огромных размерах где-то что-то выцеливать, но ещё возможно хоть как-то. А так, по большому счёту, машина примет рикошет только в случае, если вам попадают вот-вот эти щёки в прямой проекции и вверх башни, и то под очень большим вопросом. Всё же остальное шьётся просто на ура. Ребят, я никогда не скрываю вам честное мнение по поводу машин. Я никогда ничего не рекламирую и никогда не порекомендую вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить в отношении того, что вы спустили свою кровную голду. Поверьте, я знаю стоимость каждой золотой монеты, которая есть у меня в кошельке, и я прекрасно понимаю, что и вы, скорее всего, рассматриваете машины как приобретение не просто так халатно, а с каким-то плюс-минус толковым и грамотным подходом. Это было моё честное мнение по поводу Т-25, которого я рекомендую купить в данном наборе, только лишь если вам необходимы 14 дней према и Х5, и вы не гоняетесь за качеством самого аппарата, который вы покупаете в данном наборе. А на данный момент у меня всё. Подписывайтесь на канал. Всех благ, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.